На седьмом этапе участников марафона Африка Эко-Рейс встретили мягкие пески Мавританской Сахары. Спецучасток удивил трудной навигацией, настолько замысловатой, что на этом этапе более 40 участников получили временные штрафы за невзятые контрольные точки. Российский экипаж Алексея Титова и Дмитрия Павлова сумел преодолеть этот непростой гоночный отрезок без финализаций. В итоге в зачете внедорожников ярко-синий форт значится вторым, фактически не рискую скатиться вниз. Правда догнать Патрико Мартино на Мерседесе, скорее всего, не удастся. Французы отделяют пятичасовое преимущество, хотя за оставшиеся пять этапов напряженной гонки, как известно, может произойти всякое. Кстати, в гонке этого года принимает участие еще один экипаж из России. Дуэт Андрея Сушенцова и Игоря Петенко не слишком успешен в общем зачете, однако в категории Т2 занимает второе место. В стане грузовиков Миклышкович на скане и продолжает прессинговать Игоря Бувенса на Ивека. С одной стороны, общий расклад продолжает оставаться неизменным, однако трехминутная разница между лидерами означает, что борьба будет напряженной. Это произошло, потому что Бувенс получил по итогам спецучастка 15-минутную пенализацию за невзятые точки, а Ковач ошибок не допускал и благодаря решению судей этап выиграл. Российские грузовики команды «Газрейд Спорт» наконец набрали ход. Алексей Хлебов и Александр Лагута поднялись на одну позицию, и теперь они 12-е, вслед за Болеславом Левицким и Станиславом Долговым, занимающими 11-ю строчку. Редактор субтитров А.Семкин